Внимание, интернет! Учебно-пожарная тревога, медицинский персонал и проживающие, срочно покиньте корпус номер 2. В психоневрологическом интернате номер 10 Департамента социального развития населения города Москвы, расположенного в городе Видное, состоялись областные пожарно-тактические учения. Они стали самыми масштабными по количеству участников. В них было задействовано около 70 сотрудников Главного управления МЧС России по Московской области. И 17 единиц техники, а также 250 постояльцев интерната и более 20 человек персонала лечебного учреждения. Цель нашего района как раз посмотреть взаимодействие, как организовать взаимодействие между пожарными, нашими медицинскими учреждениями, в частности, скорой помощи Ленинского района, Главное управление МВД России по Московской области, лица наших полицейских, потому что все эти силы и средства, они задействованы по данной вводной. И я вижу, что все работают очень слаженно, все работают очень четко. И мы уверены в том, что в случае пожара наши пожары будут действовать точно так же, и наши подразделения будут действовать тоже так организованно. По замыслу тренировки, при просмотре телепередач в помещении телевизионной комнаты интерната, которая находится на втором этаже нового корпуса, в результате короткого замыкания электропроводки оргтехники произошло возгорание мебели и электрооборудования с последующим распространением пожара по всей площади помещения. В ходе учений мы провели тушение условного пожара, который находился на втором этаже главного корпуса психонерологического интерната. В результате мы эвакуировали двух больных, которые располагались на балконе третьего этажа, и трех тяжело пострадавших, которые были эвакуированы звеньями газодомозащитной службы. С поставленными целями бойцы пожарной охраны и обслуживающий персонал справился. Условный пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. При проведении таких практических учений и тренировок в первую очередь проверяются действия персонала учреждений к возможным чрезвычайным ситуациям и работоспособность систем противопожарной защиты объектов. Умение пользоваться изолирующими средствами защиты органов дыхания и спасательными средствами. В настоящее время на территории Московской области уже проведено более 400 подобных мероприятий.